В Сызрани должны отремонтировать дорогу на дамбе, где произошла трагедия. Долгие годы здесь жаловались на ямы и отсутствие освещения. Из-за частых аварий дамба прослыла самым опасным местом для автомобилистов. Хотя дорога широкая и трафик движения небольшой, но как раз из-за этого здесь многие давят педаль в пол. А на высокой скорости любая яма опасна. Так и произошла авария с Тойотой, в которой погибли молодые люди. Осенью 2018 года здесь на этой дороге в результате ДТП в легковом автомобиле погибли три человека. Среди них девочки-подростки. А в 2020 году водитель во время аварии чудом остался жив, но его автомобиль превратился в груду металла. Ранее вкладывать деньги в ремонт дороги городские власти не могли. Дамба находилась в ведении областного министерства и считалась недостроенным объектом. Муниципальные власти добивались, чтобы дамбу передали городу, и вот, наконец, это произошло. Поэтому администрация Сызрани решила выделить более 4 миллионов рублей на ремонт опасной дороги и устройство на дамбе велосипедной дорожки. Утвердить расходы казны предложили депутатам городской думы. Сейчас город взял объект на себя, и, конечно, город обязан и содержать дорогу. И, естественно, нам необходимо развивать всю прибрежную территорию, в том числе и в городе. Поэтому здесь мы поддерживаем. Вместе с тем появились деньги на долгожданное строительство водопровода в районе станции Новообразцовая. Вода в местной скважине стала такой плохой, что люди называют ее технической. Эксперты ЖКХ это признали, и администрация Сызрани распорядилась начать строительство нового водопровода. 3,5 миллиона предлагается выделить денежных средств для определения местоположения водопроводной линии, и необходимо выполнить проект планировки на данный линейный объект. Водопровод хотят проложить по улице Суворова до водоразводящих сетей к станции Новообразцовая. Пока пить его и воду людям привозят в бойлере из соседних районов города. У меня большая просьба, вопрос очень острый, не затягивайте с проведением соответствующих проектах. Дополнительно комитет ЖКХ получил почти 15 миллионов рублей. Наполив растений в скверах у ДК «Горизонт» и около двух детских школ искусств. Ухаживать будут и за парком на улице Пархоменко, и за аллеей около 10-й школы. А вот у входа в 17-ю школу после недавних ливней провалилась земля. Депутаты потребовали ликвидировать яму до начала учебного года. Асфальт на территории школы же восстанавливаете. Там пятно прямо защеглено, нет асфальта. У входной группы, где должна быть основная входная группа. Были реконструкции, я правильно понимаю или нет? Руководители муниципальной службы заверили, что провал около 17-й школы устранят. Думский комитет одобрил новые бюджетные расходы. И на ремонт дороги на Дамбе тоже. Анатолий Волошинский, Дмитрий Медведев, Вести детально.